И как стало известно несколько минут назад, в черной ящике с разбившегося самолета имеют небольшие повреждения. Термического воздействия на них не было. Сейчас решается вопрос о том, где будет производиться расшифровка самописцев, в России или в Египте. Вероятнее всего, участие в этой работе примут специалисты обеих стран. Это, как поясняют в Росавиации, в подобных случаях обычная практика. Что же могло случиться в небе над Синаем? Самая последняя информация о ходе расследования в репортаже Юлии Ольховской. Аэропорт Шарм-эль-Шейха работает в штатном режиме. Сегодня здесь запланировано несколько рейсов египетских, несколько европейских и два российских в Москву. Насколько нам известно, сегодня сюда должна прибыть специальная комиссия Египетского министерства транспорта для проверки документов и опроса техников, которые накануне досматривали самолет авиакомпании Коголым-Авиа, который потерпел крушение над Синаем. В крупнейшей в истории российской авиации катастрофе погибли 224 человека, 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Спасатели и армия продолжали работать на месте катастрофы всю ночь. Уже найдено 129 тел погибших. Спецбортами тела доставлены в Каирские морги, откуда их должны переправить в Санкт-Петербург для проведения экспертизы и процедуры опознания. Ночью в Египет прибыло несколько самолетов российского МЧС со спасателями. Они привезли с собой спецоборудование для работы на месте катастрофы. Около полуночи в Каире приземлился первый борт. На нем прилетел и министр транспорта Максим Соколов, который возглавляет комиссию по расследованию ЧП. Глава МЧС Владимир Пучуков и руководитель Росавиации Александр Нерадько, а также следователи. Прибыло уже три борта МЧС России, более 80 человек спасателей, 5 единиц техники, готовые выполнять любые задачи, связанные с работой по авиационной катастрофе. Прибыли самые опытные спасатели. Это отряд Центра Спас и отряд Центра по проведению операции Особориска, лидер. Всего, как сообщают в российском посольстве в Каире, в Египет должно прибыть 5 илов 76-х. Один из них прилетит пустым, чтобы забирать тела погибших. Еще один самолет должен сделать съемку места крушения аэробуса с высоты. Эти кадры, как предполагает Росавиация, помогут расследованию причин к авиакатастрофе. На месте падения авиалайнера найдены оба черных ящика. Их отвезли в Каир, где их передадут российским экспертам. Анализ бортовых самописцев поможет понять причины катастрофы. Нет признаков, что с самолетом произошло что-то из ряда вон выходящее. Все, что мы можем пока сказать, причиной трагедии стали технические неполадки. И только эксперты смогут подтвердить это или опровергнуть. Если пилот не заявляет о неисправности перед вылетом, идут обычные рутинные проверки. Но никаких сообщений о неисправностях нам не поступало. Предполетная проверка тоже ничего не выявила. До самого момента катастрофы нам не сообщали о проблемах. Не получали мы и сигнал СОС. Борт, теряя скорость, начал резко снижаться с высоты 9 тысяч метров. Фюзеляж самолета полностью разрушен. Обломки разбросаны в радиусе 5 километров недалеко от города Эль-Ариш. Именно из-за большой высоты полета несостоятельным выглядит предположение, что лайнер могли сбить с земли переносным зенитно-ракетным комплексом. Совместное расследование Египет и Россия ведут при взаимодействии с Межгосударственным авиационным комитетом. Прежде всего мы хотели бы побывать в первую очередь на месте авиационного происшествия, изучить элементы конструкции воздушного судна, которые многое могут сказать. Что происходило, разрушался ли самолет в воздухе, либо он разрушился от удара о землю, были ли пожар в воздухе, либо другие признаки авиационного происшествия. Я только что связался со штабом, который работает в Санкт-Петербурге. Там работа с членами семей погибших в катастрофе налажена, поэтому все останки будут направляться в Санкт-Петербург, и в дальнейшем уже с родственниками будет идти соответствующая работа по опознанию, в том числе и через анализы ДНК. Выяснилось, что самолет заправляли не только в Самарском аэропорту, где следователи уже изъяли образцы топлива, но и в самом Мушар-Мальшейхе, иначе керосина не хватило бы на второй долгий перелет. Так что теперь проверят качество и египетского керосина. Упавшему лайнеру было 18 лет, но по авиационным меркам это вполне нормально. Кроме того, год назад борт прошел так называемое тяжелое ТО, во время которого самолет проверяют досконально. Вечер и сегодняшняя ночь в Шар-Мальшейхе прошли спокойно. На улицах было очень малолюдно. Гости курорта и египтяне чтут память пассажиров разбившегося российского авиалайнера. Юлия Ольховская, Анна Шаргатова и Дмитрий Ремезов. Первый канал Египет. Шар-Мальшейх.